Толик Позигун Валерий Константинович Кстати, он живет в Украине Обязательно ли срезать черенки Привой в начале зимы на хранение Или пусть растут до весны Она зима теплая Я живу около часа зли от мест Упоминаемых вами на Херсонщине Да, значит у вас довольно тепло И зима нестабильна Это понятно Я объясню в таком примере Итак Рассашанская опытная станция Фамилию известнейшего садовода Не называют Вот Он мне писал черенки Абрикосов Там, где будут прочие игрушки И Черенки у абрикосов были черные В общем, я их выбросил Ну, естественно, я звоню и говорю Уважаемые Так Товарищ Как же так Черенки-то мертвые Вот Ответ был такой, знаете Видимо, я не первый Видимо, я его достал Не один из я такой Почему? Объявление Объявление Черенки И что дальше А дальше Это учеба для меня Это очень важно Он говорит Ну, так немножко Точа вы его достали А что вы хотели? А у нас до января месяца Зеленая трава была Это Воронежская область, ребята Это там, где немцы Это Это самое Не Не победили А заморозили Вообще Заморозили Помните? В 42-м году А до Нового года Зеленая трава Говорит Потом ударили морозы И все А Это и самое Естественно, что почки погибли Но они могли как Он мог Порядочный человек Нарезать еще с виду целое А пока Посылка Зима Недели две Три шли И почернели И все И прощай Вот Поэтому Мой ответ такой У вас Зима нестабильна Но минус будет Минус 5-10 Несколько дней Значит Спят Худо-бедно спят Срочно Срезайте Потому что Пройдет Потом Оттепель Обязательно Потом еще сильнее морозы Но почки уже будут Мертвые Вот достаточно После таких перепадов Вот которых Рассказал Вот этот Авторитет Так Сросси А вот И мой опыт Говорит При 20-ти минус Погибнуть Может Даже Ростовые Почки Даже Ростовые Только потому что Перед этим Они не спали Так Тут у меня Пискнул Где-то Телефон Тенец Держим Отмечать Ладно Не будем Утрекаться Вообще Вы поняли Только Уснут Капитально Ненадолго Хотя Запасайтесь Хранить Да Трудно Хранить Вам Снега Нет По грибах У вас Тепло В холодильник Засуньте Такой Веник Но это Уже Ваши Проблемы Значит Что я Ответил Официально И так Есть риск И так Есть риск Сами решайте Но я бы Морозы срезал И спрятал Холод Хотя бы Половину Хотя бы Вот Но учитывая Что у вас Непонятно Может наоборот Весенняя нарезка Будет Более качественная Чем сейчас Потому что Сейчас ты срезаешь Заразу Еще всю зиму Хранить Еще же Пожалуйста Январь Февраль Март Даже если В марте Будете плевать Сохранить Проблемы Абрикосы Черезь Просыпаются У меня В марте Думайте Я стуча Зубами Привал Я всегда Привал Никогда За столом Единственный раз Привал За столом Вот Помогал Сергею Это когда Груши А дикие Груши И Самая лучшая Культурная Груши Они настолько Легко И стопроцентно Срастаются Что Проще Чем Стоять Последние Ноги Калечить Я говорю Так Сергей Быстренько Мне сотенку Вот Мне подносят Они стоят В тазике С водой Вот столько Я Раз ТТ Опять В эту И тут же И понесли Высаживать Вот Приживаемость Сто процентов Ну если Девяносто Девять То не потому Что А там Причина Всегда Бывает Поэтому Получается Пятьдесят На пятьдесят Ну О крайности Я вам Уже Доложил Доложил